Всё. Закрыла дом. Не мог вспомнить, куда ключ дело. Я пришла с другим ключом. Не могу вспомнить. Так, ладно. Еду к бабушке на кофе, потом в поликлинику, потом домой. Я думаю, что я успею до возвращения Лизы. Ещё надо чай и туалетную бумагу. И озон. Обязательно. Блин. Или всё-таки Лизя оставит ключ. Пойду оставлю Лизе ключ. Вдруг она придёт раньше. Чё она у меня будет? Под дверь у кого-то. Ну хорошо, правильно? Пока машинка погреется. Пока я хожу. Ну что? Блин. Грамка немножко воспалилась. От всех этих моющих средств. Попало, видимо, моющее средство. Так, а где у меня кто-нибудь? А, дымка на столе сидит. Дымка, а тебе кто разрешил на столе сидеть, а? А, дымка? Никого там нету. Никто меня не ждёт. Блин, я забыла подарок. Да шо ж ты будешь делать? Ладно, собрала, убрала и забрала. У меня везде тепло. Катя, привет, Катя. Как твои занятия? Расскажи. Норм. А? Норм? Понравилось тебе? Ага, только я спать хочу теперь. Ну классно же она рассказывает. Ага. Завтра тоже Катя идёт к Татьяне Фёдоровне. Но без меня. Опять с бабушкой. Короче, на занятия по русскому литературе я не попадаю. Зато я попаду к Елене Николаевне. На биологию и химию. К субботу. Да? Потом Катя немножечко пообвыкнется и будет ходить сама. Да? Нет. Да? А то тебе придётся потом до пенсии с нами ходить за ручку. Я не против. Она не против. Понятно, да? Катя, ну-ка ответь мне. А ты бы хотела не идти в 10 класс, а лучше, например, поработать. Ну, подработку найти, пока на дому поработать. Не знаю. Не знаю? А 10 класс потом, если что, сама закончишь. Это как? Ну, вечерняя школа, я же тебе рассказывала. Нет. Лучше 10 класс? Да, обычненько закончить всё. Я же говорила, она не очень-то хочет подработки. Она и 10 класс не хочет, и подработки не хочет. У неё просто состояние сейчас такое, что она это, всего боится. Да? Всё будет хорошо. Так, где мне проехать? Я не знаю, где мне проехать. Давайте, наверное, вот так вот сейчас выедем. Время уже как бы впритык, уже надо бы гнать, а Света это... Ой. Нет, а скорость переключить и с вами болтать одновременно. Ну, ничего, мы на маленькой дороге, можно. На большой уже так нельзя делать. Можно в аварию попасть. А здесь только в аварию купать можно. Всё в порядке. У меня болит палец, средством попало на ранку. Я знаю, что надо эти перчатки одевать. Я их принципиально не одеваю. Да не, я просто про них забываю. И мне в них неудобно. Завидую тем, кто делает всё по правилам. А я неправильная. Таким образом. Сразу и детская, и взрослая. Идём, идём, идём. Уже надо бы поторопиться прям сильно. Делаем обувь по дороге. Всё, побежали. Нам в седьмой кабинет с тобой. Наши врачи в отпуске. Идём к другому. Потому что проблемы много решат. Не хочется ждать. Ну, возможно. Ну что, пуперная голова ногам покоя не даёт, как обычно. Всегда беру с собой документы. А в этот раз не взяла. Так, ну зачем я тогда потом сама заеду? Сейчас отвожу Катю домой. Давай вот по дороге обойдём. Аккуратненько, только за мной. Беру паспорт Катины и возвращаюсь к врачу. В Краснодар надо. А паспорт у неё свидетельство о рождении до сих пор забито. Не поменяли в регистрат. Зашла в доброцен. Взяла чаёк вот такой я беру по 168. Взяла себе эти. Закончились у меня. Салфетки тоже решила взять в доброцене. Взяла на это место новую метёлку. Поздравьте меня. И два громадных ящика. Маме, я думаю, она будет довольна. 10 рублей такой ящик стоит. Она рассыпает орехи на просушку. Яблоки складывает. Она любит в ящиках рассыпать. А чушька Дила? Нас записали на анализы. Понравилось мне это врач. Она такая очень дотошная. Тоже мне наша Вера Лаврентьевна нравится. И нравится Каношина. В нашей поликлинике. Я к ней второй раз попадаю. Она очень дотошная. Диску она тогда на анализ по ковиду отправила. Из-за того, что она слишком температурила. Ну, ковид не найден. Но за заботу, как говорится, спасибо. Она записала нас на анализ. Сказала, что поедем в Краснодар уже с анализами. Слушайте, ну, мне эта идея очень нравится. А иначе, получается, я приеду к эндокринологу, скажу, здрасте, нам надо сдать анализы. Они нам назначат анализы. Мы поедем второй раз через пару недель. И все это затянется. А еще она нам сказала сделать УЗИ грудных желез. Вот. Побочка на лекарство идет. Поэтому будем проверяться. И убирать ее. И проверять, нет ли каких-нибудь плохих причин в этом. Все. Я поехала в Азон. Заберу мамины подарочки, которые она сама себе назаказывала. Ножнички и костюмчик. И поеду поздравлять маму. Катбаску я тоже захватила. В очередной раз подложила Саше в обед. Ну, там пицца, поэтому можно было себе позволить подкладывать записочки. Подложила Саше записочку. Я ему периодически подкладываю сердечки. Каким мы там, ты самый лучший. Ну, что я ведь пишу на сердечки. Вот. И долгое время подкладывала. И как бы, ну, женщины всегда ждут эмоциональную реакцию. Мужики ее не воспроизводят, как правило. Потому что женщины эмоциональные, а мужики они более сдержанные. И он, как бы, ну, на мой взгляд, как бы реагировал так, ну, никак. Думаю, ну, может, ему это не надо. А тут недавно разговаривали, и он сказал, что он их хранит. Поэтому подложила еще раз. Пускай настроение поднимает. Вот. Решила с вами поделиться. Если вы попробуете сделать то же самое, думаю, что ваш муж тоже оценит. Думаю, всем приятно, когда им что-нибудь такое, неожиданные сюрпризики подкладывают. Я просто вырезаю сердечки из обычной бумаги. Надо это, картонку красную купить, а то как-то из обычной бумаги не очень. А я просто из обычной принтерной бумаги и пишу. Первый раз мы вырезали, мы вместе с Лизой сделали. Я говорю, Лизка, давай. И она написала записочку, и я написала записочку. Причем я не читала, что Лизка писала. Так, сейчас едем в Азон. Там еще и Кати на подарочки пришли. И Кате, короче, сломался провод, сломалась витка. Что я сказала? Вилка, в которую провод втыкается, витка. Хотела сказать вилка, а язык сказал другое. У вас такое бывает? Капец, короче. Написала еще наша классная руководительница. Еще один предмет мы не учли. Мы его сами готовить не можем. Информатику. То есть мы бы могли его сами готовить, если бы был учебник. У нас учебника нет. Соответственно, как мы будем готовить информатику? А если вдруг что? Если вдруг надо будет все-таки 3-4 ЕГЭ задавать? Мы будем задавать информатику. Поэтому не хотелось бы по нему отставать. Такой большой объем информации в прошлом году выучили. Будем продолжать учить. И в жизни пригодится. Поэтому нам бы надо законтачить еще и с информатиком. София, с информатичкой. Звучит не очень. С учителем информатики, короче. Надеюсь, что получится. Меряем с мамой костюмчик. Отойди подальше немножечко. Ну, симпатичненько. Симпатичненько. Я сейчас тебя еще на видео запишу на телефон. Вдруг отзывы за баллы попросят. И я денежку заработаю на твоем костюмчике. Симпатично. На фотке, честно говоря, было хуже. Там худенькая девочка, стройненькая. Нет, рисунок казался не таким. Казался каким-то, ну, странным. Там стройненькая девочка. Да ты тоже не толстенькая. Для своего-то возраста. Вполне. Домой приехала. Ох, все на обед кошаки. Давайте быстрей. Вспомнила, что у меня цыплята открытые. Как бы они у меня не разбежались, а. Ой, горе, хозяюшка, блин. Уехала так надолго. И не закрыла цыпулик. Так. Ну-ка. А, они не дураки. Они вон там прячутся. Не сбежал никто? Как вот мне вас посчитать? Если вы, блин, прячетесь. Так, ну там уже явно все проветрилось. Поэтому ящик убираю. И все буду закрывать. Попробуем их посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцатого не вижу. А вот. Шевелится там, спрятался. Тринадцатый тут, да? Да, тут. Все, все на месте. Ну, хорошо. Хей. Выходишь из тиблицы, можно посмотреть, насколько ты лохмат. Надо еще расческу рядом повешать. Чтобы приводить себя в порядок. Так. Ящик я ставлю вот так. Все. Уходим. Уходим в дом работать. Так. Сейчас я, наверное, пообедаю. Да, кушать хочется. Немножечко дух переведу. И отмою вот эти раз, два, три окна я хочу. Два окна и дверь. Отмыть. Я хотела стирать полотенца. Так. Ну-ка, Лузка под котом. Это что такое? Пуш! Так. А ну быстро мне отдала этот рюкзак. Быстро. Я его постираю. Он завтра будет готов. Он будет готов. Посмотри, как он грязный. Я иду поснимать Лизу, чтобы она сказала привет до того, как она бардак здесь полный наведет снова. Мама с утра поубирала, заметила? Не подмела только я у тебя. Давай рюкзак я его постираю. Ну быстренько. Ну, солнышко, ну пожалуйста, ну он грязный. Как ты вот так скричуешь? Просто на кровать все вытащи. Заодно перебери. Вдруг у тебя что там застряло? Бутылка какая? А да. Еще что-нибудь? Еда. Кот. Лизенька, ну ты блузочку погладила сегодня, умничка. Ну ты сейчас ее просто на вешалку повесь. Не порти свой труд. Это ж твой труд. Ну сейчас. Атюшка спит. Сейчас я с вами достаю, отберу у нее рюкзак. Лизик, Лина пришла. Лину привели сразу в художку. Короче, у нас теперь по понедельнику будет физика. Да? Допы объявили. Лиза ходит на допы по физике. Сама записалась. Ну вообще не записалась. Доростая девочка. Прихожу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что с обложками произошло? Ну то они странные какие-то все. Плохие обложки купила? Нет. Надо новые купить. А, кстати, мы же хотели, чтобы я за рюмнем съездила. Это удаля. Ну съезди. Только рюкзак отдай. Только мне еще нужно русский сделать. За ремнем съезди чуть-чуть. Села на велик, да съездила. Если ты хочешь ремень. Да, ну да. Тебе же ремень нужен. Не хочешь, не есть. А, белье тоже мне нужно. А? Белье мне тоже нужно. Кто нужен? Не, не. А, белье после зарплаты. Сейчас только ремень дам. Я могу тебе на белье дать, но тогда категорию убираем. Не, не. Одну. Мы все деньги оставшиеся. Тебе это вдруг зарплату не дадут в пятницу. А если дадут, то в субботу уже съездишь. Давай, все, ты стой. А, я сейчас полотенце пристараю. Я еще и боковые. Боже мой. Я еще не боже, я полезна в статусе. Да, у нас. Вот я тоже. Видишь, полезна иногда. Для художки рюкзак может тоже стороним? Сразу, заодно. Нет. Отдельно отберу? Нет. Ты чего могу это сделать здесь? Он чистый. Его перебрать. На нем кошка спит в данный момент. Как он может быть чистым? Я вижу, что он не чистый. Отдай рюкзак. Я дам вам. Еще один дай. Я еще один. Маме нужен еще один грязный рюкзак. Срочно. Испачкай и отдай. Честный. Этот я недавно стирала. Как он грязным-то стал вдруг. Ты мне жена задевает. Ты мне грязный дай. А этот, хочешь этот, тоже постирай. Нет. Ну, тоже уже подпачкался. Вот так я воюю с Лизой. Ну, она уже молодец. Она уже сама в школу собирается. Вещи гладит. Красиво гладишь вещи. Ухаживаешь за ними почти. Мама, блин. Ну, что мама, блин. Ну, повесь. Ладно, оладушек. Ну, оладушек. Я за тобой, между собой, чему тюк убираю. Круто. Лучше на вешалку и в шкаф. А иначе придется гладить усиленно. Она и так у тебя помялась. Опачки. Там зашить надо. Давай зашьем. Ты ничего не делала. Ну, Лиз, ну это некрасиво. Ну, не лени. Ты у меня умница. А мы где-то тут у нас? Давай я эту постираю. Я все, что угодно. Почему? И? А я рюкзак хочу постирать. Он грязный. Почему? Чтобы он чистый был. Лиз, ну не ты же сама стираешься. Тебя надо его только освободить. Вот именно. И он будет чистенький. Я просто полный. Ничего страшного. Заодно переберешь. Бумажки лишние уберешь. У меня деньги валяются. Мовить. Как полезно. Тащи мне свои рюкзаки быстренько. Пока у меня полотенца стираются. Я уже была. Тоже не отдавала ничего стирать. И сама не стирала. Сейчас, видите, выросла. Немножечко изменилась. 9 минут осталось у меня полотенцем. Как раз Лизка успеет рюкзаки собрать. А я сейчас буду здесь протирать кое-что. Пожелайте мне удачи. Вот честно, с хейтерских комментариев, когда докапываются до всего, до чего только можно. Это реально прикольно. Я думала, что Юля? Сказочная деревня угорается. Это реально прикольно. Саша раздетый до пояса. Мне нравится. Кошкам на пол кинули. Надо в миску. Кошкам не то кинули. Кошкам не то мясо кинули. Кошкам мало кинули. Вы завели, должны им все были отдать. Даже вот это написали. Я вообще не могу. Что же еще? А! И я уже думала, ну к чему еще можно в этом маленьком, маленьком ролике прикопаться? Знаете, к чему прикопались? А что, ножи нельзя было сразу заточить? А мы как-то вообще не готовились ролик снимать. Просто Саша разделал мясо, и я решила ролик заснять. Просто вот у меня вот так вот получается. Сейчас раз, и между делом ролик снять. А вас бомбит хейтеры. Ну, хейтеры влоги почти не смотрят. Одну я все-таки заблокировала хейтера, что достала она меня. Она прям... Я понимаю, что она развивает мой канал этим. Скажу, вон лезет, прям вот чтобы гадость сказать. Мне не нравятся такие люди. И я с такими людьми не общаюсь в реале. Если другие хейтеры как бы недовольные люди, с другими принципами жизненными, они прошли, просто как говорится, плюнули в колодец. Пошли дальше. И возможно не вернутся. А возможно вернутся потом и будут зрителями. Вот, хотя лучше бы не... Те, которые некорректные, лучше бы не возвращались. Не люблю некорректных людей. Я сама не такая. Пусть лучше у меня будет не миллион подписчиков там, а всего 50 тысяч, но хороших. Вот серьезно. Которые будут советы давать. Вот мне сейчас Ольга совет дала сегодня про яблочко. Надо яблочко угнать. А вот оно стоит. Я хочу, как она посоветовала сегодня вечером, Мишке сделать. Засниму в шортс, что получится. Не важно, кстати, хорошо получится у меня или плохо. Если плохо получится, может меня подкорректируют, что я не так делаю. Вот. Я теперь даже провальные ролики публикую. Правда, снимаю слишком много и не успеваю ничего обрабатывать. Так. У меня знаете что? У меня Лиза ушла в магазин за ремнем, и я ей все-таки дала на два лифчика. Ну, не лифчики, а на топики носит. Но те топики, которые мы покупали с застежками спереди, короче, у нее нам это все топорщится, и через блузку видно некрасиво. Ну вот. Денег, конечно, вообще уже в обрез, но я ей дала 500 рублей, пускай купит. Потому что, по идее, как бы молоко мы максимумом еще один раз должны купить. По идее, в пятницу должны прийти деньги. Как минимум уже придет Миша на пенсию. Потому что выдача пенсии приходится на выходной, и должны прийти и раньше прийти. И Саша на должна зарплата. Моя тоже должна зарплата прийти, но я ее вывезти смогу только в понедельник. Вот. Поэтому должны поступления денег быть. Дотянем. Дотянем. А если на категории вдруг не придет деньги и не хватит, Саша сказал, что он поищет, где-нибудь займет. Все. Я учусь не делать то, что он обещал за него. Он сказал, займет, значит, все, это его головная боль будет. Это будет не моя, Света. У тебя есть муж. Пусть он эти вопросы решает. Перестань лезть в мужские дела. Это я пытаюсь себя отучить делать все и тащить все на себе и стать слабой. И вымыть окна лучше. Потому что, честно, вот, допустим, пишите там, ой, Света, у тебя там не протерто, там не протерто. А потому что я, блин, сижу и придумываю, где нам денег достать. А что-то я так задумалась, а зачем я это делаю? Своей мужской я своей работаю. Своей женской. Ну, детьми я и так занимаюсь. И больше времени буду уборке уделять, чем думать, где заработать и как заработать. Пусть об этом думает Саша. Пусть он эти проблемы решает. Если нам не хватает, я буду просто ему озвучивать, а не пытаться помочь. Вот. А сама это. Пошла, купила себе, наконец-то, метелку нормальную, нераздражающую, чтобы подметать прилично. Вот. Пылесос нормальный надо купить, а не слабенький. Вот. Потом на робот-пылесос накопить, чтобы и шерсть кошачью собирал. Короче, надо постепенно это заниматься своими делами и не экономить на том, что мне нужно для того, чтобы своим делами заниматься. Там средства получше покупать, ну, для чистки, чтобы проще было очищать и так далее. Короче, перестраиваем себя, перестаём быть ломовой лошадью. У меня достирались полотенчики. Сейчас я их достану. Засуну Лизкины рюкзаки. Хотя их, по-хорошему, надо бы замочить. Но у меня во всех тазиках замочены вещи. Я всё замочила. Поэтому постираю так, наверное. Стираю, господи. У Лизы очень сложно отобрать рюкзаки. Она их носит, 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 носит. Вы видели, как я у неё отбирала. Не хочет отдавать. Но постепенно она меняется. Постепенно она начинает вот плусочки сама начала наконец-то гладить. Это прямо вот радует. Сейчас ремешок будет, себе сама купит. Сама себе купит нижнее бельё. Уже не мне с ней надо идти за ручку. Уже хорошо. Я прям довольна. Дочь позрослела. Дочь молодец. Катя сегодня хорошо на занятия сходила. С бабушкой, правда, пока. Записали на УЗИ её на четверг. Завтра я иду с Мишей. В четверг иду с Катей на УЗИ. По-моему, у меня... А, в четверг ещё у Кати художка. Надеюсь, она пойдёт в неё уже сама. Потому что в четверг у нас кто? В четверг у нас Светлана Авелевна. Офигенный препод. Офигенный. Катя пришла и сказала, мама, меня ни один учитель так часто не хвалил. Она прямо вот так вот между делом берёт и хвалит. Такая клёвая. Прям вообще. Я её люблю. Она нам поможет в этом плане комфортно себя чувствовать в художке. Вера Константиновна тоже у нас классная. Вот. Но у неё опыта меньше. Она молоденькая. А Светлана Авелевна опыт большой. И она вот между делом раз похвалила, раз похвалила, раз похвалила. Прям так приятно на её занятии быть. Я вот смотрю на картину, которую я нарисовала и думаю, пойти что ли на занятия с Катей дорисовать. Понаслаждаться, два часа в художке провести. Вспомнить былое. Я подготовил ремешок прикольный. Мне нравится. Ну ремчик мы вам показывать не будем. Ну ремешок-то покажи. Ну он весь 260. Классный. В нём куча дырочек. Я тоже хочу такой. Он весь дырявенький. Класс. Я не люблю ремни. Он очень большой. Не люблю ремни. Но его надо до конца заправлять, чтобы он как бы торчал там в этом. Да. Ну значит придётся похудеть на полсантиметра. А что у тебя вылазят штаны из-под него? Вот такое ощущение. Пуговка вот эта должна быть под ремнём. Нет, вот спереди на пузике. Смотри сколько тут всяких овощей. Почему? Так может их ушить? Да, кстати, хорошая идея. Да, хорошая идея. Надо всего лишь к шве сходить. Я тебя отправлю. Ты ей сдашь. Спросишь сколько надо будет заплатить. И когда прийти. Зарплата придёт, сразу пойдёшь, поняла? Сама сходишь, сама сдашь свои штаны. Всё? Всё потратила? Нет. Нет? Сача даже есть? Там 119 стоило. Не хватило на ещё один лифчик? 259. Ааа. Лифчик большой. А ремень? Сколько обошёл? 269. Ааа, ремень подороже был. Понятно. Ну ладно. На 1 рубль цены дали. Почему? 259. 269. Ремень дороже на 1 рубль. А, чем... Я думала, на 1 рубль, чем я тебе дала, а я вроде 200 дала на ремень. Думаю, интересно, как ты считаешь. Ну ладно. Зато красивый. Ну... Там есть ещё шея, который двойной. Ты про кого? Про ремень? Нет. Ну ты уже купила ремень, всё. Да, у меня это не будет, а у меня будет очень вкусно. Да? Потому что ты вот такой, а он чуть больше. Так, ещё осталось тебе пару лифчиков купить. На первое время. Да? Какой срач я ты развела. На самом деле я практически до часа отмыла все белые части, двери и окна. Решила не три, а два для начала сделать. Ну и протёрла немножечко стёкла, замазав их ещё сильнее. А сейчас мне надо бежать за Мишей, поэтому это пока всё остаётся вот как есть. С ужасными стёклами. И вернусь, я это доделаю. Уже 11 минут шестого, а край полшестого. Всё надо забирать. Короче, меня сейчас опять ругать будут. Я опять до последнего. Но зато я на выгрузку поставила влог. Он ещё будет выгружаться, пока я буду ездить. Поехали. Я сегодня миллионы дел не планировала. Три, правда, к нам планировала, но сделала два. Зато идеально. И показываю вам, чтобы вы, если что не сказали, что Света сказала, не доделала. Окошечко. Вот дверка. Всё блестит. Сидяя. Утречком надо будет ещё на солнышке посмотреть. Но это уже в четверг буду добивать, если где-то разводы остались. Сейчас, конечно, я их не вижу. Сейчас вообще всё идеально, потому что вечер. Чайник кипит? Так, кто чайник ставил? А, Катя, чайник кипит. А я устала. У меня почти выгрузился влог. Потом я буду делать для вас некоторое количество шортсов. Публиковать всё это дело на завтра. Ещё надо скинуть на Яндекс.Диск файлы. Снимать уже сегодня я точно ничего не буду. Только монтировать. Я устала, короче. Я устала. Всё, я ушла в монтаж. Сыночек сам себя обслуживает. Тебе помочь может быть? А? Помочь? Вот этот вот кусочек тебе, да? Да. А его надо, смотри, его отрезать надо ещё. Он не порезан. Это девчонки нарезают кусками. Говорила, Саша, надо нарезать. Куда пошёл? Нет, давай на столик. Нет, вот нет, это столик. Тогда убери оттуда всё. На место, хорошо? И за столик. Не на кровати. Давай хоть ты у нас на кровати не будешь есть. Хотя кавы обманываю. Всё равно будешь. В тихушку, когда подрастёшь. Ну, сейчас пока не ешь на кровати. Ладно? Ну, хорошо. Там можно, ладно. Только делает задание. Правда, не за столом, потому что я здесь. А это какой слом? Па-на-ма. Читаешь ты отлично, сынок. Па-на-ма. Молодец. Что ещё осталось? Видите? Надо соединять слоги. Что такое дан? Да-те. Какое это слово? Мо. Чё, мо. Ну, а слово-то какое? Видим-бан. Это же конец. Мо-дан. А первый слог какой? Мо-дан. А что перед Моданом-то? Че. Че. А вместе? Че-я. Нет. Че. Че. Мо. Мо. Дан. Чемодан. Ты сначала слово соединяй. Мо. Че, мо и дан. Ты наоборот соединил. Мо-дан. Че, мо. А потом дан. А у тебя дан к че прилип. Ты увидел камеру и начал отвлекаться. Да. О чём ты мечтаешь сегодня? Мне болит что-то. Болит хочешь. Болит что-то, да? И ты мечтаешь о чём? О боли. Это что такое? Бинт? Бинт. О бинте. У меня болит. А, у тебя болит? Кот, вот тебя тут не хватало. Ага. Миша, а о чём ты будешь мечтать в следующем году? Давай, говори полностью. Я буду мечтать о цветочке. А как цветочек называется там подписано? О маке. О маке. О маке. О маке. О маке. А я хочу доводить чешки. Вот эти вот слова, которые ты собирал, надо было сказать «я нашёл» и слово, которое ты собирал. Давай, проговори мне их. Я нашёл что? Говори. Я нашёл... Па-на-му. Я нашёл па-на-му. Говори. Я нашёл па-ма-ну. Нет, что за па-ману? Па-на-му. Молодец. Следующее слово «я нашёл». Нет, я хочу... Нет, давай вот это доделаем, потом туда вернёмся. Я нашёл... Нашёл... Ма-ши-ну. Молодец. Ещё что ты нашёл? Ке-ма-тау. Я нашёл... Че-ма-дан. Ещё что ты нашёл? Нашёл... Ле-мон. Ле-мон. И последнее «я нашёл...» Нашёл... Слона Большого. Как он называется? Ма-ма-н-та. Ма-мо-н-н. Ма-мо-н-та. Ма-мо-н-н-та. Молодец. Мишенька, а скажи, о чём вчера мечтал кот? Скажи, кот мечтал вчера о... Нет, проговори полностью сам. Кот мечтал вчера. Чего? А? А мухи. А мухи? Он хочет съесть муху. Он хочет съесть муху? Снежок, мы тебя рассекретили. Миша, а о чём кот мечтает сейчас? Это мы закрепляем словарный запас, набираем и времена закрепляем. Ну и плюс звуки проговариваем. Ох, котик. Самое сложное у нас письмо. А, ты зачем написал? Тебе надо лимон. Не бал. Миша, грязи будет много, заставлю переписывать. С самого начала. Вот так вот мы пишем. В принципе, неплохо. Но надо, чтобы он написал 9 строчек. А он пока в основном филонит. А я тут семки жарю. Давно не жарили. Мне так захотелось семок. Уже нажарила тут. Половину. Жарю маленькими порциями. А отсюда что? Всё, выбрасывайте тогда, что он стоит. Сейчас вторую порцию пожарю. И на этом мои подруги будут закончены. С Мишкой только ещё уговорить дописать. Хотела эти шёрты ещё поделать. Сейчас Катя занимала компьютер. Сейчас Лиза занимает компьютер. Мишка хочет посмотреть. Если он буквы допишет, то я его пущу посмотреть. Пиши нормально, без грязи. Не получается. Не получается? Будь ещё раз писать. Пишется. Нет, Миша, хочешь компьютер смотреть? Давай без грязи. Скоро уже Саша придёт. Сейчас уже СОП-7. Ты таблетки выпила, Катя? А, нет. Сколько времени сейчас? Не знаю, у меня телефона нету. У меня уже голова кипит. Ты столько спала, отдыхала. Чё у тебя кипит? Ой, знаете, чё хочу? Арбуз хочу разрезать. Там один портится начал. Надо его это, курам отдать. И один надо разрезать. А то испортятся совсем все. Пропадут, жалко. Так, трогаем семки. Горячущие. Можно снять. Смотрите, какой. Просто обалденный. Краснючий арбуз. И Мишка, который не пишет нормально. А мне с папузом могут сонные будет. Короче, я пошла есть арбуз, а ты дописывай, пожалуйста. Покажешь мне, когда допишешь. Миша, если начиркаешь на листе много, это что ты делаешь? Ох, Мишка. Наверное, компьютер я не дам. Компьютер дам за хорошо написанные слова, а не за перечёрканные. Ты меня понял? Да. Вот как напишешь, так и компьютер получишь. Я буду смотреть. Кто хуже написал, тот компьютер не получил. Я выползла в комнату. В зал. Скоро должен прийти Саша. О! Самое время испытать мою новую эту, метёлку. Надо комнату малость поднести. Мой компьютер занимает Мишка. Поэтому монтировать я не могу. Будем подметать, что делать. Я подкрадываюсь к тебе с камерой. Ну как зачем? Вечер же. Ты пришёл с работы. А тебя до сих пор во влоге нет. Ты, когда ты в дневную смену работаешь, ты появляешься буквально в последние полторы-две минуты. После этого я со всеми прощаюсь. Ну или там пять минут. Что ты смотришь? Давай я тебе прочитаю. Да нет, прочитаю. Чё это тебе проще так? На конкретную штуку ещё. Ты будешь всё подряд читать. Скажи, чё, искать надо, я тебе прочитаю. Ну, ну, шоу. Нет, нифига. Вот ты вредный. Мне IP-адрес надо иметь. А может быть было, а ты не прочитал. Попробуй найди IP-адрес. Ох, ё-моё. IP-адрес это что? 192, 168. 217 не то? Нет. Нет, 192, 168 здесь нет. Модель, версия, S-DROP-N. Уж не знаю, что это такое. Сериалный набор. Какие? Точно, сериалный набор. Ух ты. А ты думаешь, что его IP-адрес должен быть здесь написан вообще, в принципе? Ну, обычно пишут. Он запачкался. Что-то. 3G, 4G, USB. О! А я ещё нашла, где можно почитать. Чё там? Вот, 192, 168, 0, 254. О! А ты не хотел! Я предлагала помочь сразу. Так я жду. Ну, ты же вредина. Конечно. Ну, хорошо, хоть согласился. Я пошла чай пить. Как проходит вечер в моей весёлой семейке? Мишка сидит в компьютере в моём. Не даёт мне монтировать. Лиза с Катей сто процентов сидёт в телефонах. Можно было бы с кем-то фильм посмотреть. Можно было бы. Но он вот чё делает. Он сейчас будет до самого укладывания мишки настраивать этот, как он, роутер. А потом всё равно плюнет и будет смотреть в телефоне. Чё у тебя там не работает? Операция по субботам. Ой. В итоге я тоже сижу в одиночестве в телефоне. И вот телефон всё время пытается... Да, не сижу, лежу. Если по-честному. К тому времени, как мы начнём смотреть фильм, я начну уже спать. Потому что завтра вообще-то нам ехать. Рано. Чё, ты будешь нам завтра помогать собираться, да? А? А потом дрыхнуть будешь? Угу. Чё, правда, что ли? Не знаю. Могу сразу дрыхать. Нет, ты нам поможешь, ладно? Встаём в 6.30. Мы выезжаем в 7.30. Не охота мне вообще. Помнишь же пробку? Поэтому нам надо с Мишкой выехать пораньше. Поможешь, ладно? А то, чтобы мне успеть и накраситься, и голову помыть, и высушить, и так далее, и Мишку собрать. Мне тогда надо вставать в 5.30. Мне полтора-два часа надо вместе с ним. А он будет не в духе совсем. Ну чё? Будешь его дальше добивать? Чё-то не вышел в фокус, походу. Давай тогда просто валяться, обниматься. Потратим время с пользой. Будем наделать? Кого? Роутер. Да? Потратим время с пользой. Нет, ты прослушал, я сказала валяться, обниматься. И пошёл. Ты куда пошёл-то? Сбежал. Вернулся и ушёл снова. Теперь уже Мишку укладывать. Короче, у нас уже очень поздно. И надо спать. Извините. Поэтому самое время с вами попрощаться, потому что дальше я просто отвалюсь без сил. И уже ни с кем прощаться не буду. Всем спасибо за просмотр. Не подписаны. Подписывайтесь. У нас очень весело. Если вам здесь не нравится, то просто проходите мимо. А если понравилось, оставайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До завтра. Встретимся завтра на моей веселой смеке. В то же время, в тот же час. Субтитры сделал DimaTorzok